Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы снова в нашей студии. Сегодня у нас, наверное, знакомая вам семья из республики Казахстан, Биджан, Оман. Они приехали к нам со своим сыном и приехали к нам второй раз. И вот мы, давайте поговорим, вернемся к тому, что вы, когда вы были впервые у нас, прошло сколько времени? Здравствуйте всем, уважаемые родители! Прошло около года. Мы в прошлом году в ноябре были. Значит, ну, ровно год, да, прошел. И давайте поговорим о том, как вы жили этот год. Ну, в плане вот ребенка, его состояния, его изменения, если они были. Кто начнет? Ну, год очень положительным моментом был для нас. Это практически редкое простывание, заболевание нашего сына. Ну, и нас с Амиром тоже. То есть до этого он болел часто? Да. Да, зимний период мог каждый месяц болеть. Ходит в школу. В общем, иммунитет был, наверное, недостаточно крепкий. После посещения прошлогоднего, в нашей памяти, ну, один раз, может, два раза была у него температура, и то кратковременно, в течение одного-двух дней. Напомните, пожалуйста, сколько ему лет? Ему 14 лет. Вот это большое изменение. Ну, и что я могу еще отметить, это значительное улучшение понимания. Можно сказать, скачок в этом плане. Скажите, вы вот вернулись домой, как бы, получив определенный, ну, наверное, какой-то вот толчок, как Аман сказал, с одной стороны. С другой стороны, наверное, получили еще что-то. То есть что-то вы с ним в течение этого года делали. То есть занимались, продолжали, как бы, работать. Были ли дистанционные сеансы, была ли какая-то связь с нашим центром, с Давидом. То есть как вот этот год прошел в этом плане? Оказывается, очень тяжело вообще, в первую очередь, себе перестроить, переломать под нужды ребенка, потому что мы привыкли к определенному образу жизни. Есть определенные привычки, которые зачастую не совпадают по требностям нашего сына. И вот это... Развитие нашего сына, да. И вот, да, и вот, друзья, мне хочется вас спросить, вот скажите, вы это поняли, когда? Вот то, что нужно перестраиваться, то, что без вашей перестройки не будет вот этого толчка, не будет улучшения. Вот когда возникло понимание, что это необходимо? Ну, это произошло после поездки, вот, центра Бердавит. Мы перестроились, как бы сказать... Не полностью еще. Ну, не полностью, не полностью. Вот, наверное, процесс сложный. Да, это, конечно, сложный процесс. Учитывая, что мальчик, ну, большой достаточно, да, войны. Достаточно большой, и надо было его развивать. В общем, мы ходили к логопеду, мы пошли к дефектологу, нашли на синтезаторе Ольгу. И вот, вот это развитие ему помогло. Ну, и регулярно мы завидом связывались с Ансона. И тоже определенный толчок, пинок получали. Пинок получали от Алигарии. И вот теперь мы подходим... Вы еще скажите, в каком смысле пинок? Северий у вас просил относиться к нему не как к младенцу, а как к взрослому, собственно, уже к подростку. Это тоже... Это вот, это и есть на перестройках, которую вы говорите. Да, это тоже вот... Сменить отношение к ребенку на серьезное. Да, и... Это вот и есть основное условие развития. Давид абсолютно прав. Это... Ну, за вот эти 14 лет мы привыкли с ним как бы обращаться с жалостью, бережно, с такой тревогой, да. Как к больному, да. Ну, как к слабому. И мы привыкли за эти годы понимать его с полужеста, полуслова. Ну, и, может быть, поэтому тоже ему... Не только понимать, но исполнять. Исполнять, да. Ну, и особой, может быть, потребности у него, ну, как бы, пересиливать и развиваться, может, и не было. Меняться и не было, конечно. А что меняться, когда все, все, да, вот, как говорится, да, только захоти, и все будет. Так что, уважаемые родители, надо с себя начинать, да. Мы это сейчас очень серьезно поняли. Ну, и собираемся свою перестройку после приезда завершить и работать как надо, как давить нам. Скажите, а вот когда родилось понятие, или когда пришло понятие того, что нужно приезжать еще раз? И нужно ли... Тогда, в прошлом году мы были, когда обсуждали необходимость приезда и неприезда, Давид и Иосиф сказали, первые полгода будем наблюдать, смотреть. Ну, и мы видим, что прогресс значительный, поэтому для себя решили и договорились с Давидом, что еще раз приедем. Вот, приехали. И что вы... И мы очень рады. Да, и что вы хотите, вот, уже, как бы, на втором этапе, за время второго приезда, что вы хотите, ну, не то, чтобы получить, а какого результата вы ждете? Вот, наверное, правильный будет вопрос. Биржан, скажите, это у нас папа все говорит, мама как-то так и допускает. Я благодарна Иосифе, конечно, за ее волшебные руки. Она сказала, что у него появляется, как бы, понимание появляется, для его возраста, она сказала, он очень, как бы, для развития созревший. То есть у него, в его возрасте еще большой потенциал развития, она сказала. Я думаю, что он сам старается. Да, он сам старается. Мы этому активно содействуем, но он сам, на основном, это... Его желание, его готовность измениться, стараться. Да, да, да. Ну, наша проблема, конечно, что у него уже возраст достаточно большой, но лучше поздно, чем никогда. Ну, вот... Я на слово тебе скажу. Добрый день. По поводу того, почему мой голос звучит и за кадром, но у меня самого нет. Я просто осуществляю данную... на данном виде съемки, поэтому нет кадра и нет. Ну, тебя слышим. Да, да, мы вас слышим. Регулярно слышим. Вот. Вы знаете, я вот... Большой комментарий, вот в отличие, скажем, от Давида, который видел на протяжении этого года мальчика вашего, да, и как бы... Ну, был готов к тому, что он увидит. Я его не видел. Вот. Я его увидел впервые здесь, то есть год. И я вам скажу свои впечатления, поскольку я даже не знал, что происходит, не знал, какие процессы осуществляются у вас дома. Вот. И я увидел, что, ну, практически абсолютно другого ребенка. То есть человека, с которым можно поговорить. То есть я ему говорю, он идет, он ложится, он как бы... и входит в контакт. Мы разговариваем во время процедуры, мы общаемся. То есть чего абсолютно не было год тому назад. Вот. Он прекрасно понимает, как надо лечь, как надо себя вести, как надо... Он реагирует на какие-то мои просьбы. Причем абсолютно адекватно, абсолютно спокойно. Причем радостно, я вижу, ему это нравится. То есть абсолютный нормальный контакт, соответствующий возрасту. Вот это те впечатления, которые вот у меня появились за год. То есть достаточно неожиданные вот такие серьезные изменения для человека, который видел последний раз, когда вы уезжали, и когда вот он приехал. То есть вот такой момент я могу совершенно четко зафиксировать. Это очень интересный такой приятный момент, что вот такие результаты. Аркадий, прошу прощения, добавление по поводу этого. Есефа вот посмотрела резюме прошлого года, где описание того состояния, которое было, и сравнил с тем, что сейчас, оно было просто потрясено. Колоссальная разница. Ну вот я говорю, то есть здесь как бы я помню, что было очень хорошо, и увидел, что стало. Исходя из этого, вот такой вопрос к вам. Ребенку не три года, не два года, а год, с которым, как считается, изменения серьезные. Невозможно. Мало ожидаемые. Совершенно верно. И тогда вопрос вот такой. Вот на что вы настроены в дальнейшем. То есть вот вы две недели, да, пробыли. У нас, ну, во-первых, разделим вопрос на две части. Какие результаты вот вы ощутили за эти две недели? То есть что-то изменилось, что-то изменилось у вас, что-то вы получили в центре еще, потому что вы уже знаете, вы уже, как бы, люди опытные, понимали, куда вы едете, вы понимали, что может случиться. Так вот, насколько ваши ожидания оправдались или, наоборот, может быть, что-то получилось неожиданно или не получилось? Ну, Гаджа, значит, мы на вас смотрим. Ну, я, конечно, очень оздоровилась. Руки Йосифа золотые, волшебные. Это имеется в виду за год? Да. Нет. А за год? А за год. Что изменилось? Ну, за год изменилось, как сказать, ну, я даже не знаю, как это определить. Здоровее стало. Да, здоровее стало. Причем не только физически, судя, потому что я вижу. Причем только не физически и духовно. Духовно. И я вижу прогресс у вас, Анна. Еще я хотел бы добавить, Давид нас немного тоже поправил насчет его развития в физическом плане. Детей наших надо развивать не только умственно и психически, но и физически. Вот эта мысль до нас, наконец, дошла. Развиватель, значит, еще и заставлять. Да, заставлять, да. Не подливать что-то, чтобы... Да, поэтому мы цель ставим его тоже физически разбить в течение последующих... То есть у вас появились как бы новые цели, новые задачи? Да. Да. Ну, мелкие факторы. Он в начале, когда в этот раз приехали, он всегда... Ну, у него привычка в руке держать мелкие штучки, там, машинки маленькие или там, отлега. Вот последнюю неделю он уже такой потребности нет. Хотя мы над этими не работали. Да. И он сейчас руки сжимает, у него пальцы были очень слабые, сейчас начинает сжимать. То есть в этом плане мы шаг сделали. Вот я хочу обратить... Просто начинает сжимать. Я вам дал у вас... Мячики, да. Я показал упражнения. Да. Отжимания, приседания. Я хочу обратить ваше внимание на ту фразу, которая прозвучала сейчас в нашем разговоре. Она так прошла как бы незамеченной. Но я так думаю, что это момент основополагающий. Я хочу, чтобы нас услышали, те, кто смотрит. Дело в том, что фраза какая прозвучала? Фраза прозвучала о том, что нужно как бы не просто понимать, какие моменты делать, а нужно это делать где-то насильно. То есть это тяжелая работа. Тяжелая работа над ребенком, которая требует не просто каких-то усилий, а иногда достаточно жестких мер, иногда достаточно болезненных для себя мероприятий, которые необходимы, потому что идет перестройка не только по отношению к развитию ребенка, но и к восприятию вообще всего. Быта, жизни, каких-то, может быть, семейных укладов, семейных традиций. И понимание, что это тяжелая работа, которая требует очень больших усилий, причем постоянных. Согласитесь или нет, со мной. И вот как вам удается с этим справиться? Ну мы, как вы сказали, достаточно опытные уже люди, но мы понимаем, что время играет против нас с развитием Асана, поэтому мы уже как бы твердо настроены перестраиваться, продолжать перестройку и развивать физически в том числе Асана. И скажите, вот вы скоро выезжаете, скажите, пожалуйста, вот вы, ваши планы в дальнейшем, то есть будете ли вы поддерживать контакт с центром, планируете ли вы в дальнейшем какие-то новые интересные шаги, что вы ждете от следующего года? Ну, планы так немножечко поделитесь. Да, мы определенный толчок в развитии получили, есть над чем работать, то есть почва готова, теперь надо будет работать, но периодически мы будем дистанционно связываться с Давидом, об этом тоже мы настроены, договоренность есть, чтобы какие-то вещи, если мы не дорабатываем или не так делаем, чтобы можно было вовремя корректировать, чтобы этот год у нас был плодотворный в плане развития Асана. Я вам это искренне желаю, и вот у меня, я хотел бы, чтобы вы поделились с родителями вот чем, довольно часто, особенно те, кто обращается к нам, ну, впервые или вот только начинает вот этот путь к выздоровлению ребенка, думают, что вот центр Бердавит это что-то такое вот волшебное, палочка, да, вот стоит там позвонить, стоит обратиться, я думаю, Давид согласится, что таких семей, таких родителей немало, вот, да, Давид сделал это вот так раз, и все произойдет само собой, да, ребенок, ребенок вылечит, не-не-не, я не об этом, вот, ребенок вылечится без усилий родителей вообще, вот они будут сидеть и ждать, когда к ним вот это не зайдет. Вот мне очень хочется по этому поводу услышать ваше мнение, и чтобы от вас вот людей уже опытных, чтобы как бы прозвучало, сейчас Давид, подожди, чтобы прозвучало все-таки вот обращение к родителям, их роль вот в процессе излечения ребенка, на ваш взгляд. Нет, здесь... Я прошу прощения, я тут снова появлюсь немножко в экране, и важная вещь, очень часто приходится слышать это слово толчок, и категорически с этим не согласен, это вовсе не то, что происходит у нас, поясняю, мы занимаемся ни толканием, ни подстегиванием, ни цивилизацией, ни получением чего-то, каким-то пониманием, хотя это тоже есть, мы занимаемся простой, собственно, медицинской точки зрения вещи, мы занимаемся диагностика, находением органических причин, возникновения проблем к этим особенностям и излечениями, когда происходит и излечение на уровне органики, и уходит то, что мешает развитию, тогда вот начинается само развитие, это не толчок, это нечто противоположное, мы скорее всего это протежка толчок, протежка в излечении, и после того, как происходит это излечение на органическом уровне, чему мы активно содействуем, то развитие ребенка, оно начинает, и подросткам в данном случае начинает происходить как бы само, то есть основная инициатива происходит у самого ребенка, и происходит совсем по-другому, не так, как привыкли понимать, и не требуется особых усилий, на которые настраиваются родители, особых детей, просто начинается обычная жизнь с содействием ребенку, его развития, не развивания его, а его развития, важный момент. Ну вот да, так вот, когда говорим о каком-то толчке, в данном случае, наверное, это толчок для родителей, то есть для того, чтобы они это осознали как раз. Вот я это и спрашиваю, насколько, чтобы вы подсказали, может быть, обратились к родителям, к семьям тех детей, которые нуждаются в помощи, вот в плане вашего опыта. Что вы хотели бы им сказать? Уважаемые родители, то, что Аркадий говорит, действительно, да, это большой труд тяжелый, большой ежедневный труд, но в центр мы приехали, получили, как Давид сказал, необходимую диагностику. И лечение не только ребенку, но и родителей. Да, да. На органическом уровне. И мы как бы уже для себя тоже программу получили, где что устранять в здоровье ребенка, ну и те вещи, которые надо делать ежедневно. Это физическое развитие, это приучение ребенка к даже домашней работе, общению правильному со сверстниками, с родителями. И созидательные действия, вот о чем я постоянно говорю. Да. Чтобы польза была какая-то. Ну и от тех привычек, к которым тоже наши дети привыкли, их тоже отучать и развивать. Допустим, наш сын любит мультики, но они уже достаточно для младшего возраста, поэтому сейчас будем его направлять в сторону каких-то интеллектуально развивающих игр. Ну в таком плане тоже задача стоит перед нами. Ну, пожелаем нашим гостям удачи, успехов, чтобы их платы реализовались и надеемся на то, что мы будем вас видеть, слышать, ждать в гости уже, так сказать, может быть, нисколько на лечение, нисколько на какие-то лечебные процедуры, а просто в гости, как нормальной семьей, да, чтобы вы могли приехать, отдохнуть в Израиле. Обычно так и приезжают. Да, да, да. Так я об этом и говорю. Мы будем очень рады вас видеть, чтобы вы приезжали втроем отдохнуть, продлить, может быть, лето, получить удовольствие не в плане того, что там вас лечат, с вами работают, а просто как гости нашего центра, гости нашей страны. Желаем вам всего доброго, удачи, реализации всех ваших планов, вот, чтобы ваш ребенок развивался полноценным, полезным человеком для общества, для вашей семьи, чтобы в вашей семье было все хорошо, дружно, здоровья вам. И спасибо за интервью, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.